Новая дорожная разметка появилась в центре Саранска, на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Ленина. Это первый диагональный пешеходный переход столицы Мордовии. Красные пунктирные линии со светоотражательным эффектом. В ночное время суток эту разметку должно быть хорошо видно, а в дневное ее замечают не все. Вот этот? Не знаю, не видела. Не обратила внимание. Некоторые горожане и вовсе считают, что с такой разметкой переходить дорогу теперь можно и на красный. Ну а кому-то не хватает 20-секундного зеленого сигнала на пешеходном светофоре. Дорогу приходится перебегать. В социальных сетях мэр Саранска Игоря Сабин отметил, что на этом участке интенсивное пешеходное движение. За 10 минут наша съемочная группа насчитала 21 человека, которые воспользовались новым диагональным переходом. А это перекресток улиц Большевицкая, коммунистическая. Суть потому, что мы видим, движение здесь гораздо загруженнее. А это еще даже не час пик. Пешеходы часто пересекают этот участок дороги по диагонали. Однако на этом перекрестке так делать нельзя. По правилам дорожного движения переходить дорогу по диагонали можно только при выполнении трех условий. Если это перекресток со светофорами, есть разметка перехода именно по диагонали. В остальных случаях такой маневр запрещен. Даже если в работе светофоров есть фаза, когда для всех автомобилей горит красный сигнал, а для всех пешеходов зеленый. 21 человек пресек этот участок дороги по диагонали всего за 4 минуты. И все они, скорее всего, и не в курсе, что нарушают. А вы знаете, что нарушаете ПТД нельзя без разметки по диагонали пересекать пешеходный переход? Правда? Да. Хорошо, я буду знать. А вы в курсе, что вы сейчас нарушили правила дорожного движения? Нельзя переходить по диагонали без разметки. Спасибо, буду знать. А вы подготовились переходить дорогу по диагонали, правильно? Да. Вы в курсе, что без разметки нельзя так делать? Нет, не в курсе. И даже несмотря на наши предупреждения, люди все равно идут. А потому что ждать никто не любит. Две зебры за один зеленый сигнал перейти не получится. Проверено опытным путем. Предположим, нам с оператором нужно перейти отсюда до главпочтамта. Соблюдая правила дорожного движения, мы должны это сделать под прямым углом. Зеленый свет загорается. Можно идти. На две зебры у нас 25 секунд. Только одну зебру мы прошли примерно за 20 секунд. Соответственно, вторую уже не успеем. Теперь вновь придется ждать, когда пешеходный светофор загорится зеленым. В своем телеграм-канале Игорь Осабин сообщил, что в дальнейшем члены экспертного клуба «Моя Мордовия» рассмотрят и другие участки дорог, где возможно применение таких переходов. Местным жителям уже есть что предложить. Как вы считаете, нужна ли здесь диагональная разметка? Часто тут вы ездите, люди ходят. Мне кажется, что да, нужна, потому что здесь, в принципе, и так получается, что одновременно отсюда и отсюда не едут. То есть это было бы логично. Как вы считаете, нужна ли здесь как раз диагональная разметка? Очень удобно, в принципе, ходить. Поскольку светофоры все действуют в одновременно, то, я думаю, можно было бы сделать. А вы вот, наверное, частый пешеход, может, еще какие-нибудь, знаете, участки дорог, где требуется такая разметка, может, тоже переходите? В мой рынок центрального, там тоже хожу. Арина Мелешкина, Игорь Гангаев, Наш Новости.